Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Привет. Это ОНКК Стабильный финансовый онлайн-сервис GreenMoney. Разговоры записываются. Меня зовут Ленаков Алексей Александрович. Пожелайте мне плохого контента. Не будете личность подтверждать? Что? Личность подтверждать не будете? Я скажу одно. Я личность. А почему сразу про контент плохой заговорили? Я даже еще вас не услышал ведь. Да потому что я знаю, что ты в конце взаимодействия скажешь желаю вам плохого контента. А вы уже запомнили, да? Да, я запомнил. Я по голосу знаю. Не знаю, за что ты меня так недолюбливаешь. Ну просто я, если честно, не понимаю, что вы делаете клиентам. Никаких, скажем так, полезных услуг не предоставляете. Ну послушайте, мой клиент. Почему? Мой клиент в данный момент спокойно спит. Потому что совсем раннее утро. По крайней мере, у меня еще даже... О! 06.54. Вот мой клиент спит. А я не сплю. Это у вас, у клиента время, скажем так, уже нормальное? Ну, в любом случае, он занимается своими делами спокойно. А я говорю, алло, алло, привет, привет. Потому что взаимодействие с кредитором по телефону... А представьте, у меня есть, конечно, подозрения. Если у заемщика нет желания платить, эти взаимодействия ни к чему не приведут. А когда человек решает оплатить, то ему никто и звонить не будет. Он просто идет и платит. А можете представиться, я хоть делаю, скажем так, соответствующие комментарии? Зачем? Что срабатывает переадресатка. Не надо. Это не забудка? Не забудка? Это не забудка, конечно. Ну, хорошо. Плохого контента вам, как всегда, стабильно желаю. Стабильные финансы стабильно желают мне плохого контента. Когда... Вот я, например, всегда говорю, что эта компания Green Money, стабильные финансы, впоследствии будет Ситиус, адекватная компания, хорошие ребята работают, без хамства, без грубости. Но при этом они всегда мне желают плохого. Вот за что такая несправедливость, а? Так я же не лично вам. Вам я ничего плохого не желаю. Я именно, скажем так, вашему творчеству. Ха-ха-ха. 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 Хорошего дня вам, но контента плохого. До свидания. Ну, спасибо. Спасибо на это. Да. Да. Здравствуйте. Компания ОНСВ. Меня зовут Гущина Любовь Александровна. Разговор записывается. Звонок поступает в отношении компании ОНСК за ЭНИГО. А что они натворили-то? Наталья Валерьевна, помните о невыполненных обязательствах переданной организацией? Не, я не помню. А что у них не так-то? Давайте их нагнем. Вы скажете, что звонок осуществляется в отношении компании. Я думала, вы пожаловаться позвонили. Я уж так это боевой настрой взяла, думаю, сейчас мы их с вами. Не? Хорошо себя ведут? Наталья Валерьевна... Просто просят вернуть с вашей помощью денег, да? Наталья Валерьевна объясняет вам ситуацию. Сейчас я вам все расскажу. Значит, денежные средства Зарь Валерьевна добровольно дать не готова им. Вы им так и передайте. Она ожидает действий со стороны компании Займига. Каких-либо действий, шагов в сторону суда, может быть, в сторону заключения договора, цессии. Вот в сторону агентского договора они шажочки сделали, привлекли вас, попросили. А дальше никак не хотят действовать. Поэтому если у них есть какие-то там в планах намерения обратиться, пожаловаться в суд на меня, пусть они этим и занимаются. Даю им зеленый свет, добро, благословляю, и я готова. Готова, да. Наталья Валерьевна, а по какой причине вы уклоняете до оплаты довольно битерой? У Натальи Валерьевна причин до вечера рассказывать времени не хватит. Но когда они обратятся в суд, компания Займига или кто-то там, новый какой-то кредитор, но по договору, заключенному с компанией Займига, рано или поздно, возможно... Я от них искать-то и не видела никогда, по-моему. Ну, ладно. Возможно, они получат исполнительный лист и направят его куда? В банк могут направить, могут направить в службу судебных приставов, в федеральную службу. Человек захочет, Наталья Валерьевна, спасти свою заработную плату каким-то образом, да? Да же, да. Хочу я? Конечно, захочу. Я вам сейчас скажу способы, но не факт, что их можно применить. Какие способы? Если Займига, например... Да подождите, я вам сейчас все расскажу, вы сейчас все поймете. Если Займига направит исполнительный лист напрямую в банк, значит, что имеет право должник? Он имеет право подойти к своему работодателю и попросить перевести заработную плату в другой банк. Это возможно по трудовому законодательству. Должник имеет право получать заработную плату наличными денежными средствами. Опять же, по трудовому законодательству можно, но никак у нас не хотят наши работодатели удовлетворять просьбу должника. Что еще-то можно? Можно получать на карту другого человека. Опять работодатель стоит. Здравствуйте, меня зовут Егорова Екатерина Олеговна. Старший специалист отдела клиентского взыскания у Альфа-банк. Плешко. Ваши задолженности. Сумма которой составляет 125 438 рублей. И также 30... Так, секундочку, извините, информацию крысите. 373 524 рубля. Также у вас есть арест счета. Стандартные способы оплаты для вас недоступны. Необходимо оплатить до 15 мая. Когда же у вас поступит оплата? Никогда. От слова совсем. Почему? Я не готова к этому. Морально трудно. Отдать свое. Отработать месяц и отдать. Не получается это. Но вы же понимаете то, что вы эти денежные средства потратили и вы должны их вернуть. Да, я потратила. Потратила. Угу. Возвращала вам. Угу. Прямо вот с чистой душой. Угу. Приходила. Платила. Потом перестала. Угу. У вас есть очень выгодное предложение в виде дисконта. 50 рублей. Нет. Теперь я не заинтересован. Это на первых стадиях, когда пошли звонки. Первые там месяцы просрочки. У меня еще душа болела. Я переживала. Как же, как же. Ох, ох. Ах, ох. Нельзя. Взял. Надо отдать. А как же, подумают люди. Угу. А сейчас? Я все так комфортно чувствую. Мне так хорошо. Это очень плохо. Вы же должны банку. Знаете, прям совесть ни разу меня нигде не ущипнула. Прям нигде. Уже получили досудебные решения. Очень важно. Денежные средства у меня остаются при мне. И я... Ну я себя уютно чувствую. Зачем я буду свой вот этот мир, такой теплый, светлый, беззаботный, лишать себя вот этого состояния. Не хочу. Вы понимаете то, что если вы не будете исполнять свои обязательства, то на основании уже вступившего в силу исполнительного производства, к вам могут быть опрещены меры принудительного взыскания. Не вступившим в законную силу исполнительного производства, а исполнительного, вот, судебного решения. И вы получили где-то исполнительный лист, где-то судебный приказ. Смысл даже не стал отменять. Угу. Угу. Это значит, что с ваших счетов могут быть вписаны денежные средства, а исполнительный лист может быть направлен к вам на работу. Нет, у меня в исполнительном производстве было возложено полтора года назад. У меня ни рубля не удержали до настоящего момента. Ну и что? Возможно это все. Вы разговаривали с искателем? Да. Подождите, подождите. Я не договорила третий способ, каким образом можно получать заработную плату. Можно получать на карту иного лица, родственников, знакомого, опять же по согласованию с вашим работодателем. Если вам разрешат, это очень хорошо. Но! Вот большое но! Если постановление об удержании денежных средств, а именно заработная плата поступает на работу, ни один из перечисленных способов вам уже не поможет. Помните, пожалуйста, об этом. Если вы выходите на задолженность в том банке, где у вас зарплатный проект, уходите, пожалуйста, из этого банка. У вас будут списываться денежные средства безакцентным списанием. Говорила неоднократно, вижу новых подписчиков, повторяюсь еще раз. Так. Какие подписчики? Я вас вообще не понимаю. О чем вы говорите? Ялушка, у меня постоянно лопачу, лопачу, лопачу. Знаете, я себя представляю на трибуне президентшей. И вечно я хочу выступать, выступать, что-то говорить, доказывать, рассказывать, предупреждать. Вот никак не могу от этого отвыкнуть. Не обращайте внимания. Пока у меня справки нет из психдиспансера. Не переживайте. Угу. Должна вас проинформировать, что на основании статьи 12 федерального закона 353 банк имеет право передавать уже такое оружие другому кредитору. В данном случае банк уже не будет иметь никакого отношения к вам. Сотрудники уже коллег. Да, сессия будет. Конечно. Проживание на еженедельной основе. Какие вам требования будут выдвигаться, я вам точно сказать не могу. Если вы не готовы в данный момент закрепить... Да такие же, как у вас. Никакие. Кредитор требует, кредитор требует... Зачем вы меня перебиваете? Я знаю же, какие будут мне выдвигаться требования. Вы же не первый мой кредитор. У меня уже работают со мной коллекторские агентства. Я рассказываю, как они работают. Мне будут звонить такие же сотрудники, только представляться другой организацией. И говорить, вам три дня для добровольной оплаты. Даже не понимают, что уже исполнительный производство. Речи о добровольной оплате быть не может. А им скрипты и вам тоже не меняют? И вы все равно рассказываете про добровольную оплату. Вот это и заключается. Вот и вывод, откуда люди делают, что сотрудники банка и коллекторских агентств далеко не умные люди. Здравствуйте. Вам поступает звонок из Сбербанка России. Специалисты ФАРа Валили Масовна. Наши разговоры записываются. Олеся Анатольевна, здравствуйте. Звонок поступает по годиной вашей карте. Лимитом 32 тысячи рублей. Сумма задолженности 1647 рублей. Вижу ранее сотрудник уже с вами 2 мая связывался. На 4 мая давали обещания. Почему нарушили данные обещания? Не внесли вот эту сумму? А нарушила, знаете, обещание, которое было дано, оно у нас не регламентировано действующим законодательством. Поэтому я могу как пообещать, потом будет у меня в голове другой какой-то порыв, я могу забыть про свое обещание, либо просто его не выполнить. Я понимаю, что за какое-то данное обещание я не несу никакой ответственности. При этом приятной позиции, конечно, все-таки сразу кредитору говорить нет, если будет нет. С банком-то договоренность была, что вы внесете все-таки. Но скажите, хорошо. То есть вы намекаете на то, что я обнадежила банк, вы потерпели убытки, которые для вас очень серьезные, практически не соизмеримы с жизнью, да? Ну что, вы начинаете делать акцент на непонятные какие-то вещи? Ну, вы же нарушаете сами свою кредитную историю, обязательства свои нарушаете. Ну, я ее кредитную историю не нарушаю, да, я ее, конечно, укусила. Платежеспособный клиент, тем более клиентом нашим вы являетесь, по требованию банка. Сегодня-завтра внесете оплату? Нет, оплаты по требованию банка, давайте вы зафиксируете, что оплаты не будет, чтобы впоследствии не было таких претензий по поводу обещаний, которые даны и не выполнены. А почему не хотите решить вопрос оплаты? Денежные средства у вас есть, чтобы внести эту сумму? Достаточно 1650 рублей. Ну, вы, знаете, как будто мои эти карманы проверили, кошельки, и так утверждаете, что денежные средства у вас есть. Ну, просто у меня программа показывает, что, в принципе, у вас достаточно денежных средств на сегодняшний день, на пятницу, 13 мая, чтобы эту сумму внести. А, то есть вы видите, да, у меня там денежные средства, но я как бы хотела тогда Олесе передать, что не надо на картах держать денежные средства, потому что банк при возникновении просроченной задолженности у вас сейчас через определенное время просто по безакцентному списанию эти деньги снимет, и вы останетесь без этих денежных средств. На счете у вас есть денежные средства, а почему отказываетесь внести оплату, тем более у вас достаточно... Ну, значит, эти денежные средства мной запланировано направить на какие-то иные свои нужды. Олеся Анатольевна, вот вы сейчас не внесете... Олеся Анатольевна, я надеюсь, вы меня услышали. Послушайте минуту, минуту еще... Да-да-да, я вам могу даже десять минут уделить. Можете, ну, можете выслушать меня, просто перебивайте, хочу сказать вам информацию. Вот вы сейчас 1650 рублей не вносите, а вам на 27 мая второй платеж уже подошел по плате, и сумма уже будет гораздо выше, вот 3274 рубля. Все-таки вы готовы решить вопрос оплаты? Внесите вот эту сумму, а потом внесете следующий платеж на конец мая? Или вы сразу хотите... Нет, я не готова, я не готова, поэтому я буду уходить на просроченную задолженность и ждать обращения банка. А что это вам даст? А что это даст, кроме вы портите только свою кредитную историю? Я согласна. Я с вами в данный момент согласую. Смотрите, вам внос понадобятся денежные средства, мало ли. Жизненных ситуаций много, а банк просто откажет, точно так же скажет. Нет, мы вам дадим. Как вы сейчас говорите, я не буду платить. Я вам сейчас объясню, секунду. То есть вы, когда со мной в данный момент беседуете, вы думаете, что у меня один кредитор, то есть Сбербанк, и не погашая должность, не внося ежемесячные платежи, я все портю кредитную историю. Не, не так. Я ее уже испортила только иными кредитными обязательствами с иными кредиторами. Поэтому возможности у меня теперь не стало и оплачивать Сбербанк тоже. Олеся Анатольевна, ну я понимаю, с иными кредиторами вы испортили кредитную историю, но в Сбербанке-то вы все равно же, я думаю, что платежеспособный клиент, банк все-таки ожидает от вас оплаты. Я являюсь добросовестным заемщиком в Сбербанке. Это не спасет меня при уже испорченной кредитной истории, если я захочу обратиться в какой-то банк для получения кредит. Ну, я понимаю, я вашу позицию поняла, что вы отказываетесь вносить платеж, но только буду вынуждена тогда выставлять отказ. Ну, если вы категорически отказываетесь. Скажите, пожалуйста, вы... Да вы можете выставить отказ, можете зафиксировать обещание. Но вы же говорите, я не буду вносить платеж. Я вам и подтверждаю, что вы можете выставить отказ. Вот подобный отказ, он меня ни к чему не обязывает, никаких мер ответственности он на меня не возлагает. Вы зафиксируете все, что угодно. Но я уверена в том, что данные вашей фиксации никому кроме вашего банка не нужны. Алиса Анатольевна, извините, я перебью вас. Картами сторонних банков пользуетесь? Я подобную информацию вам давать не буду. Достаточно того, что вы видите, сколько у меня денег. Сбербанки, я вам хочу предоставить информацию. Сбербанки появился сервис, мы отправляем смс-сообщение с активной ссылкой. По этой ссылке можно переходить на сеть платежи с каждого стороннего банка. Если заинтересует, пожалуйста. Скажите, вот у вас мобильный номер телефона актуален. Вы его послушайте. 924 318. У меня все актуально. Я всегда на связи. Указан телефон Марии. Актуален этот номер? Актуален. Актуален. Хорошо, я вас услышала, поняла. Банк, я вашу позицию услышала. Звонки со стороны банка будут поступать, пока вы не внесете платеж. Вот 1647 рублей. Также начнется следующий платеж уже 3274 рубля. Это за два месяца получается. Также договор могут передавать в подразделение до судебного взыскания. Возможно, выездные мероприятия нашими сотрудниками по месту, работой по месту жительства. По месту работы можно у вас уточнить? Вот вы все называете по месту работы. Вообще основание выезжать ко мне по месту работы. Потому что если вы не решаете вопрос о платной сотруднике... Если мы внимательно изучим 230-й федеральный закон, вот я с вами не согласна абсолютно, то там право вам дается на одном взаимодействии с должником в неделю. на личное взаимодействие. Там нет ни единого слова. Один раз в день по разу. Ольга Стольевна, я вас услышала. Да, один раз в день мы имеем право с вами связываться и два раза в неделю. Ну, я сейчас не про звонки. Я говорю про личные встречи. Там про работу нет ничего. На каком основании вы желаете, либо планируете посетить меня по месту моей работы? Ну, потому что вы никак не решаете вопрос оплаты вашей сотрудничества. Кто вам дал право? Я так тогда сформулирую свой вопрос. У банка есть такое право, если вы... Кто дал банку такое право посетить должника по месту работы? Ответьте мне на вопрос. Алиса Стольевна, если по телефону мы не договариваемся, нет договоренности об оплате, банк имеет право передать договор в подразделение до судебного взыскания, а специалисты там уже применяют выездные мероприятия. Соглашусь, один раз в неделю на личную встречу. Я именно интересуюсь, кто дал право вашим специалистам выезжать по месту работы? У банка такое право. Я с вами спорить не хочу. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Странно.